Все постсоветское пространство Которые просто не знают, куда девать бабло Это был негативный образ То есть вот это искусство принадлежит народу Оно было не только про музеи открытые Но еще и про то, что коллекционеры — это частный собственник Это, собственно говоря, ментально тот человек, с которым советская машина боролась Ну то, что искоренялось вообще Ну да, да, да Ну и главное, что образ, вот этот негативный образ Поэтому, когда советская власть закончилась Все началось с чистого листа И поэтому главное и ключевое различие заключается в том, что в Европе коллекционер — это любой человек Приходишь в ресторан, ну один из пяти что-то собирает какое-то искусство То есть это обычное дело, это часть культуры европейца В наших странах это исключение Это в каком-то смысле герой Периодизация примерно такая, что в 80-е годы — это реально геройство В 90-е годы — это энтузиазм То есть уже не сажают, уже не ловят Но никто не помогает, это не профессионально, это страстно Это энтузиаст То есть ты влюбляешься в что-то, начинаешь это собирать, покупать Там нет такого Значит, в 90-е годы мы знакомимся с этой международной средой И в каком-то смысле, ну можно сказать, что коллекционеры — это подражатели Ну типа человек приехал, у него банк Он приехал в Кёльн, смотрит, а у Deutsche Bank коллекция Ну вернулся, говорит, я тоже буду делать коллекцию То есть такой подражательный как бы элемент И где-то вот, начиная, может быть, с 2000-х годов Это уже такое осмысленное понимание того, чем ты занимаешься Есть страна или город, например, как у Бориса Харькова У этого города есть культурная идентичность Это на самом деле культурная идентичность расписывается в именах Имена, институции и события Соответственно, вот это профессиональный коллекционер Украинский коллекционер в особенности Потому что вот он уникален И потому что вот есть пять уникальных культурных сред Пять городов, в которых есть различные Соответственно, можно играть на этих различиях Можно строить какую-то концепцию Это вы структурируете Украину на пять городов, которые... Пять культурных, как это сказать, сред Ну, по-украински осеретка Осеретка, да Ну, мне так кажется Потому что я как-то... Это тоже потому что вы так познакомились, понимаете? Ну, может быть, может быть Ну, меня же... Да, я как бы с удовольствием... Своё мнение буду корректировать Не-не, я видел ваше удивление, когда вы увидели там Харьковскую школу Ну, в общем, ну, если бы я был немцем, первый раз выставлял у себя в галерее Вообще То есть я имею в виду, что она выставляла... Ну, когда это был Михайлов Да, 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 это был Михайлов Но я просто хочу сказать, что, ну, с моей точки зрения, значит, Киев, Харьков, словом говоря, Одесса, Львов, Донецк Ну, к примеру Есть, конечно, Днепр Вот, но у меня гипотеза такая, что Днепр близко к Киеву Я вот говорю о том, что видно с моей, как бы, этой позицией Хотя, безусловно, у меня был, кстати, в резиденции сейчас Трембо из Закарпатья Замечательный художник А до этого из Закарпатья первую выставку у меня делал Павел Керестей, который сейчас в Лондоне живёт Так что, да, но вот у меня ощущение, по крайней мере, из разговоров с тем же и Трембо И с Керестей им ощущение, что там есть художники, но там нет среды То есть они, вот, как один такой персонаж Робинзона Робинзона, да Ну, мы говорим о Бушкарате в данном случае Ну, да, это уже еще Ну, может быть, да Вот то, что я вам сказал Это, значит, вот первая картинка То есть, главное, это то, что это не коллекционер в Европе, это всё-таки обыватель То есть это нормально, это естественная часть любого интеллигентного, да, в меру своих финансовых возможностей Банк собирает большое и дорогое, а там какой-нибудь адвокат собирает небольшое, но тоже важное и ценное и так далее Второе, тоже очень, как бы, интересно, ну, понятно, что страна недавно стала страной Поэтому очень, я бы так сказал, ну, национально ориентированный коллекционер Мы когда приезжали сюда первый раз с кураторами «Помпиду» и, значит, клуб коллекционеров нам сделал презентацию И каждый рассказывал о своей работе, так далее И Николя, это куратор Слушай, а что они всё время говорят? Украинские художники, украинские художники Вот у нас бы никто бы так даже не сказал Ну, в крайнем случае, based in Paris, ну, то есть, как бы, живущий в Париже, да А кто он там, алжирец, русский или француз, вообще, как бы, никого не волнует И я хочу сказать, что это тоже важная часть То есть, например, если бы кто-то из галеристов захотел бы сюда привозить художников из Европы Я бы ему сказал, что, наверное, в экономическом смысле твоя затея гарантированно провалится Потому что, может быть, кроме Пинчака больше ни у кого интернациональных коллекций нет Есть, есть Есть, да? Ну, видишь, я не всё знаю, но вот такое впечатление, что всё равно, в целом, коллекционеры как бы такие национально ориентированные Вообще, ну, с моей точки зрения, коллекционирование – это, вот, естественное занятие То есть, я, конечно, постоянно коллекционирую Причём, иногда, вот я подарил, допустим, Третьяковке 200 работ Ну, казалось бы, зачем дальше коллекционировать? У тебя была большая коллекция, ты взял и давишь Но ты всё равно продолжаешь Потому что, значит, у меня появились там какие-то идеи Да, вот сейчас, думаю, вот, буду собирать белорусов Потому что никто не собирает, я буду первым, значит То есть, как бы, коллекционирование – это естественно для нас, для людей без особых художественных талантов Но желающих проявлять себя через искусство Это просто подарок судьбы, что есть такой способ, да, что можно это всё собирать Поэтому я, конечно, надеюсь на то, что коллекционеров будет много Для многих латентных коллекционеров большой преградой было то, что… Они читают в газетах про художественный рынок И там какие-то цифры – 100 миллионов, там, ну, то есть, как что-то… И они даже боятся подойти к галерее Сейчас подойдём, спросим, а нам как выкатят вот это… Ну, допустим, не 100 миллионов, но миллион, там, или что-то в этом духе И вдруг выяснилось, что можно, во-первых, интересно собирать твоих современников Они говорят с тобой на твоём языке, ты их лучше понимаешь Во-вторых, твои современники стоят гораздо дешевле, чем те художники, которые в прошлом уже классики и так далее, и так далее Вот, и главное то, что, ну, в соли так было, то есть, все цены наружу общедоступны, небольшие Ну, там, условно говоря, вполне в размере, там, корпоративного подарка, да, там, когда там… Вот, и вот появились эти люди Дальше они увлеклись, они стали покупать что-то больше В общем, я думаю, что, ну, вот, пандемия сыграла такую шутку, но для украинского художественного рынка, скорее, положительно То есть, появились эти люди Дальше надо с этими людьми что-то делать Надо их там, может быть, немножко образовывать, может быть, дать им инструменты, может быть, съездить с ними куда-то Меняется лицо коллекционера, меняются люди Вот, назвалишь, 50 человек купило там по 20 работ Три человека купило 200 работ Это же люди, фактически, которые уже на пути таком Сейчас, если начнутся аукционы, то эти люди начнут покупать уже серьезное искусство И, как бы, они, ну, это уже… Вирус уже пошел, понимаете, поэтому, как бы, тут уже… И тем самым меняется… По мере того, как меняется структура украинского рынка, даже бизнеса украинского Потому что раньше это было в основном там ресурсами торговали, еще какие-то И у этих людей были деньги То теперь появляется много айтишников Большое… Меняется лицо просто… И они покупают работы такие… Меняется лицо искусства, то есть появляется очень много, ну, виртуальных таких вещей Которые покупаются работы… Компьютерные разные… Покупаются… Немножко другое… Это меняется… И, вот, поэтому… Большие изменения… Ну, вот, практически… Мы коллекционируем, ну, где-то… В этом… Больше 27 лет уже мы в этом рынке крутимся И поэтому… И наша коллекция сильно поменялась… Структура коллекции… И… Ну… И сейчас меняются работы, которые мы покупаем… Видео-арт появляется… Появляется цифровая фотография… Появляются цифровые работы… Заходят… И… И… Мы даже сейчас приобрели… Своё цифровое пространство, где будем делать выставки… Марат… А всё-таки… Из Ваших слов я поняла только то, что… Украинские коллекционеры национализированы очень… А вот… Национально ориентированы… Да… А по поводу всё-таки коллекции… Лицо коллекционирования украинского… Что Вы можете сказать… Потому что я общаюсь с украинскими художниками… Я слышу много критики в адрес своих же коллекционеров… Да… То есть… По поводу качества их коллекции… Или ещё чего-то… Я это часто очень слышу… Но мне хотелось бы Ваш взгляд со стороны… Как Вы говорите… Ну да… Нет… Ну… Безусловно… Есть… Вот если взять… Посмотреть в сумме коллекции… То, конечно, такое… Очень сильное пристрастие к живописи… Оно предполагает, что… Ну, много салонного искусства… В целом… Не вся живопись салон… Салон… Но весь салон живопись… Да… И поэтому… Значит… Это… Ну… Это стоит… То есть… Это же… Надо сделать какой-то шаг… То есть… Вот… Борис… Это уникальный случай… Да… Коллекционирует фотографии… Которые… Я просто объясню почему… Когда я начинал… В 96-м году… В России не было продано ни одной фотографии… Художественной… Как коллекционное произведение искусства… То есть… Это достаточно новое… Да… Ну, как… Казалось бы… Мы все учились, что фотография… Там… Не искусство… Да? Значит… Потом, значит… Мы поняли, что фотография всего лишь медиа… О котором говорили… Потом мы… Научились, что бывает так называемая… Пекторальная фотография… Которая… Фактически… Живописная… Вот… Но она все еще… Королева художественного рынка… То есть… Если ты… Придешь на… Артбазель… Там живопись… Там живопись… Может быть… 5%… Но если придешь на Артбазель… Там живопись… 70%… Вот… Да, да… То есть… Ну… То есть… Ну… То есть… Это мирового качества… Вот… Так что… Все… Все… Все нормально… Значит… В принципе… Художникам… Не нравится… Что собирает… Вообще… Художникам… Обычно… Кроме собственного творчества… Ничего не нравится… И вообще… Любая коллекция… В которой нету… 20 работ этого художника… Плохая… Изначально… По определению… Вот… Поэтому… Да… Конечно… Ну… Потом… Надо иметь все-таки в виду… Что… Вот это… Временное запаздывание… Это… Ну… Медицинский факт… То есть… Обязательно… Художник всегда немножко впереди… Колесонер всегда следует после… Там… Например… Вот я даже за собой… Наблюдаю… Что… Вот одна и та же работа… Когда она была создана… Художникам… Я думаю… Вот… Год назад… Интереснее было… Но прошел год… И уже эта работа… Мне кажется… Интереснее… А то, что он сейчас создает… Опять спорно… Музей… Запаздывает… Уже по отношению к художнику… Почему музеи… В основном… Работают с коллекционерами… Они… По отношению к коллекционеру… Вы оговорились… Да… Коллекционер… Да… Почему музеи работают с коллекционером… Потому что художники… С их актуальными работами… Их не интересует… Им интересует… То, что… Было сделано… Художниками… Десять лет назад… Да… То есть… Я имею в виду… Что вот этот вот… Временной лаг… Он… Он существует… Он… Можно сказать… Естественный… И вопрос только в том… Что… Для того… Чтобы художник при этом… При всем… Нормально функционировал… Должны быть… Посредники… То есть… Не коллекционер… Не музей… А там… Условно говоря… Арт-диллер… Или там… Инвестор… Да… То есть… Вот… Я выступаю в качестве инвестора… По отношению к многим художникам… То есть… Я… Там… Тридцать работ… Понятно… Что это… Нужен не коллекционер… И уж точно не музей… Нужен человек… Который инвестор… Который стянет рядом с художником… Он скажет… Мы с тобой вместе будем… Продвигать это… Зарабатывать там… И так далее… И так далее… Вот… Так что… Недовольство… Художником… Всеми остальными… Игроками… Художественного рынка… Это… Естественное состояние… Художника… Больше говорить про художника… Чем про коллекционера… Николай… …имен… Николай… Именно естьруги… Похожнunkuja… Что пока! С Bradyка, ெсиним меня сюда… Пуco! Посланец… Вobшиos… И это не просто… У нас плохо! Как sashило